Свой приговор полицейский узнает перед Новым годом. В понедельник в уголовном деле капитана Игоря Тараканова будет поставлена точка, по крайней мере, в суде первой инстанции. В четверг полицейский, обвиняемый в убийстве сына судьи Заволжского района, произнес последнее слово. Мой коллега Илья Барабанов услышал мнение участников процесса и обращение Игоря Тараканова к Фемиде. Трагедия произошла полтора года назад в Заволжском районе. На требование сотрудников ГИБДД остановиться автомобиль Мазда, за рулем которого находился сын судьи Заволжского района, 26-летний Денис Никитин, водитель не прореагировал. В ответ началось преследование. На улице Кавказской водителей на марке настигли не только полицейские, но и пуля. Я очень сожалею, что человек погиб. Та ситуация, в которой происходило задержание, оно было неоднозначно. И это была случайность. Сторона обвинения настаивает на том, что сотрудник ГИБДД превысил свои должностные полномочия. Ведь 26-летний Никитин совершил всего лишь административное правонарушение, проигнорировав требование остановиться. Эту позицию поддерживает и адвокат потерпевшей, матери Дениса Никитина. В зале суда она просила прессу не снимать ее на телекамеру. Лицо, совершившее административное правонарушение, пытается убежать. Он убегает. И, как подтвердила экспертиза, ему сзади стреляют в затылок. Расстояние между стрелявшим и убегавшим где-то порядка полутора метров. И вот слова его «стой, стрелять буду» как раз говорили о том, что он имел в тот момент намерение произвести выстрел. Защита Игоря Тараканова настаивает на его невиновности, заявляя, что обвинение построено лишь на показании единственного свидетеля – пассажира Мазды. А в его адекватности на момент трагедии адвокат подсудимого сомневается. Его обследовали два разных нарколога. И оба нарколога подозревали у него состояние наркотического опьянения у этого свидетеля в этот день. Но он категорически отказался от сдачи анализов. В ходе судебного процесса адвокат Геннадий Губкин также заявлял ходатайство об исключении ряда экспертиз, которые недопустимо принимать как доказательство. Следователь обязан был ознакомить защитника и подозреваемого в то время Тараканова с постановлением о назначении экспертизы. И только после этого необходимо было проводить экспертизу. А у нас получилось так, что экспертиза уже проведена, и нас знакомят с постановлением о назначении экспертизы. Каким бы ни оказался приговор, который Фемида озвучит в понедельник, обвинительным или оправдательным, его намерены обжаловать. Так что точку в уголовном деле Игоря Тараканова ставить рано. Илья Барабанов, Михаил Орлов.